AliExpress Tools позволяет проверять продавцов на AliExpress, искать жалобы на продавца по собственной базе, уведомит вас о новостях о распродажах, а также покажет фото и видео отзывы о товарах, которые вы хотите приобрести. Все самое лучшее для AliExpress в одном расширении от Alitrust.ru, теперь и для всех браузеров. Многие люди даже не подозревают, что некоторые красавицы, которых мы имеем удовольствие наблюдать в глянцевых журналах, не всегда были женщинами от рождения. Привлекательные модели в этом топе выглядят и чувствуют себя как женщины, однако при рождении все они имели мужской пол. Итак, 10 красавиц, которые раньше были мужчинами. 3. Трансгендерная австралийская модель сербского происхождения Андрея Пежич славится своей способностью успешно выходить на показы как мужской, так и женской одежды. В январе 2011 года на показах в Париже Пежич ходил по подиуму и как мужчина-модель, и как женщина-манекенщица, а в 2011 году занял 98 место в рейтинге самых сексуальных женщин мира. В 2014 году он провел операцию по смене пола и уже окончательно стал женщиной. 4. Бразильянка Леа Ти родилась в 1981 году как Леандру Серезу. Однако это не помешало ей стать одной из самых известных манекенщиц транссексуала в модельном бизнесе. В 2012 году она перенесла операцию по смене пола. Конечно, родственники были шокированы от такого выбора. И тем не менее, успешность Ле позволяет ей уже на протяжении нескольких лет быть лицом и музой дома моды Живанши. Трудно поверить, что Клаудия Чаррис родилась мужчиной. Ее транссексуализм не помешал ей стать моделью мирового уровня. Чаррис стала известной после шоу American Next Top Model в 2008 году. Клаудия сделала себе большое количество пластических операций, чтобы довести до ума то, чего не дала природа. Такая модель может сбить с толку любого мужчину. Кевин еще в детстве мечтал стать королевой красоты. Как известно, на этот конкурс допускают только женщин, но для Кевина это не стало препятствием. Изменив внешность до неузнаваемости, ему все-таки удалось стать участником конкурса красоты в Таиланде. В итоге, заняв первое место, он получил награду в виде большой суммы денег. Также он мог проживать абсолютно бесплатно в самых роскошных апартаментах в столице Таиланда – Бангкоке. Аргентинка по происхождению родилась в 1976 году как Роберто Карлос Тринидад, но впоследствии стала самой узнаваемой актрисой и трансгендером в мире. Флоренция де ля Ви снималась в мыльных операх, появлялась на обложках журналов, была желанным гостем в различных клубах. Сейчас она замужем за мужчины, и у нее есть двое детей, зачатых с помощью суррогатной матери. Помимо сложного имени, эта транссексуала из Таиланда имеет нелегкую судьбу. В частных беседах с журналистами Серапа Сорн рассказывал, сколько тяжелых испытаний ему пришлось пережить в своей карьере на пути к успеху. И даже после того, как он сменил пол и стал женщиной, все равно подвергался нападкам и насмешкам со стороны недоброжелателей-завистников. Несмотря на все это, Серапа Сорн выиграла престижный конкурс Miss International в 2011 году и является одной из самых известных моделей в Азии. Эта модель является также достаточно известной в мире моды. В 2011 году она оказалась среди финалистов конкурса Miss International. В своей родной стране Шри-Ланке она весьма популярна. Фотографии, где Камила рекламирует различные товары, можно встретить повсеместно. Эта женщина-трансгендер, английская модель, является одним из самых известных транссексуалов в мире. Кассия сыграла небольшую роль в серии фильмов о Джеймсе Бонде и Искры с глаз. Также она является первой женщиной-транссексуалом, которая снялась для Playboy. Кэролин написала автобиографию о своем опыте в качестве модели транссексуала и актрисы под названием «Я женщина». Эта модель является одной из самых высокооплачиваемых и востребованных на рынке США. При этом в 2014 году она просто шокировала общественность. На пике популярности, собрав вместе известных ведущих телешоу своего агента и журналистов, она призналась, что у себя на родине на Филиппинах до переезда в США была мужчиной. При том, что реакция была неоднозначной, это не мешает ей развивать свою карьеру модели и успешно выступать на подиумах всемирно известных брендов. Эта бразильская модель родилась гермафоразитом, то есть у нее были как женские, так и мужские половые органы. В 1989 году она прошла процедуру по удалению мужских половых органов. Роберта одна из первых позировала обнаженной для бразильского отделения плейбоя. Позже она получила титул самой красивой женщины Бразилии. Конечно печально, что бывшие мужчины становятся идеалами женской красоты. Неужели у нас так мало красивых женщин от рождения?